Район Девяткино, город Занкт-Петербург, новостройки, новые дома, самая различная планировка. Здесь есть и студии, и двух, и трех, и даже четырехкомнатные квартиры. Сейчас пройдем туда дальше. Что в лифтах нового типа в этом доме? Если закрыта дверь, то тогда только лифт поедет, но если она открыта, то лифт не тронется, потому что идет при поддавлении температуры. А здесь мы пройдем в маленькую лоджию, балкон, проход даже больше. И вот такой вид открывается из окна. Как вы видите, здесь сплошные новостройки, сплошь и рядом высокоотажки. Мы находимся на пятом этаже сейчас. Просто такой краткий обзор. Вы видели на фото, на фото спальни, и здесь была арка. И вот, в принципе, она уже практически построена. Вот немножечко расскажу. Здесь у нас дизайнер Дарья, который это все дело спроектировал. Даша, скажите, пожалуйста, для кого это арка, и почему именно в этом месте такой формы? Кто придумал ее, и чем она будет служить? Эта арка несет в себе функциональное значение. Она помимо эстетического значения еще и разделяет нашу комнату на две функциональные зоны. То есть здесь у нас будет спальная зона. С этой стороны будет рабочий кабинет. Да, я вижу, что здесь у нас строители пишут, что это рабочая зона. Здесь я вижу такие указатели, как тумба. То есть сразу автоматически все расписывается, когда, что, где и будет, чтобы было понятно. Арка имеет продолжение на потолке. Это гипсокартонная конструкция, где будут монтированы здравоохранительные светильники. Ага, вот так. Очень здорово. Когда одна целостная птица. Ну, конечно, у нас еще тут... Скажите, пожалуйста, сколько времени заняло сооружение такой арки? Один день, да? Один день. Ну, вы видите, опытные работники могут и в день такую красоту соорудить. Здесь у нас конструкция шита двумя слоями липсокартона. Два слоя. Два слоя. Прекрасно. Хорошо. Источку. Потом будем ее подливать. Очень, кстати, прошу заметить, что чем больше розеток, именно не удлинителей, а самих выходов, тем лучше. Потому что не идет перенапряжение на сеть и никакого, естественно, возграя не будет. У нас здесь, как видите, развод пять, семь, и вот здесь еще четыре розетки. То есть очень все компактно и аккуратно и правильно. Вот такой вот вид из окна и спальни у нас будет. Вот. Новостройки, новостройки. Пятый этаж. Это у нас детская комната, но я покажу выход на балкон. Вот. Большое окно. И, как на вдовах опять же нового типа, у нас балкон идет от и до застекления. Да? Вы видите, что здесь нет бетонной конструкции, а именно полностью застекление. Это очень удобно, и я думаю, что пространства, кажется, намного больше. Опять же, открою здесь, чтобы показать свет из окна, рабочий. Вот. Сейчас мы находимся в кухне. В это помещении включаются две функциональные зоны. Если посмотреть на плане, это возле окна зона детской приема пищи. Она же мини-густинная. И зона готовки. Разделена эта зона при помощи короба. Короб тоже гипсокартон, как я понимаю, да? Да, гипсокартон. Посмотреть на визуализацию можно на эту конструкцию, или только на ссылку себе. Вот. Ага, вот это визуализация. То есть так это у нас конечный вариант должен выглядеть, да? Да, внестый вариант. Короб функциональный. С этой стороны у нас находятся полочки для хранения каких-то сувениров или метафлотан. То есть будут четыре полочки, да? Четыре полочки, или она будет как-то закрываться, или точно так же, как вот на визуализации? Как на визуализации? То есть у нас будет с этой стороны короб функциональный. Он будет в изображении. Угу, хорошо. И где будут находиться полочки. Полочки, прекрасно. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, какой размер вот этой зоны, которая над именно, над рабочей зоной? Сколько здесь занимает метров квадратных? Ну вот. По размерам мы можем увидеть это, вот видите, на чертежах. Около двух четыреста. Да. Да, четыреста. Четыреста – это у нас зона кухни, готовки. Ага, здорово, хорошо. Хорошо. Прекрасно. Вот еще раз посмотрим. Так как в квартире у нас нет гостиной полноценной, поэтому мы решили, по сердцевой площадь позволяют не совместить кухню и гостиную в одном помещении. Все очень функционально, я не еду. Да, вот здесь мы тоже видим с других ракурсов кухню. Хорошо, прекрасно. Мориенты отделки. Монтируем короб. Мы сейчас находимся. Короче, мы имеем плитку 60 на 60. И маленькое пространство в коридоре. Чем меньше пространство пола, площадь пола, тем меньше должна быть плитка по размерам. Мы имеем здесь метр, метр и плитку 60. Соответственно, здесь подрез и здесь подрез. Если мы в разбег делаем плитку, соответственно, здесь меньше подрез, здесь больше подрез. Это будет некрасиво и нецелесообразно. Много подрезов, много отходов плиточных. Вот, соответственно, чем меньше площадь пола, тем меньше должна быть плитка по размерам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...